МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я, ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Осенняя копель. Вода полилась с потолка дома на театральной во время ремонта крыши. Рязанский рекордсмен Иван Кулаков завоевал золотую медаль чемпионата по гиревому спорту. Маршрут номер 13. У городского автобуса изменится конечная остановка. Вода с потолка для жителей верхнего этажа дома номер 3 по улице Театральной стало настоящим бедствием. Сейчас по этому адресу рабочие производят капитальный ремонт крыши. Обычно во избежание протечек весь периметр закрывают непромокаемой тканью. Но в этот раз что-то пошло не так. И течет то в одном помещении, теперь в другом помещении. Вот здесь, пожалуйста, вот. Все это залили. И компьютер. Все, что было залито. Вот мы его успели переставить. Трещины на потолке вы сейчас увидите. Для четы пенсионеров Борисовых капитальный ремонт крыши их дома стал настоящим испытанием. Вот такие прострелы на потолке – это каждый раз как в рулетке. Никогда не знаешь, откуда польется. Обоим пенсионерам за 70. Воевать с подрядчиками для них уже утомительно. Да и режим самоизоляции заставляет сидеть дома. А потолок и стены продолжают терять в качестве. Это надо мне идти сейчас в страховую. Надо ходить в ЖЭО. Внести заявление. Просто надо. Надо с ними общаться. Зачем это? Я не понимаю. Как будто специально это сделали. То есть нельзя сейчас. Я так понимаю. И супруга тоже. Ну, как так? Вторая группа. 72 года. А мне 73. И как нам сейчас куда-то еще идти? Заложниками в своей квартире они стали еще и по безразличию надзорных инстанций. Жилинспекция на обращение, по словам Олега Борисова, не реагирует. Дескать, пандемия. Мы в домике. В ЖУ постоянно составляют какие-то акты. Вот такого типа. И на этом все. Сами виновники потопа разводят руками. Так получилось. Но пообещали все изолировать до конца дня. Нам дали задачу. Сказали выполнять ее. Мы ее выполняем. Снег когда был, мы снег весь сгребали, убирали. Сейчас мы сегодня планируем все вот это закрыть. Чтобы никаких бед не было. Вопрос возмещения ущерба пенсионерам, по словам руководителя подрядной организации, вполне актуален. Но пока что ремонтники его оставили на потом. Мол, мы всегда сможем договориться. И решить вопрос мы не можем принять. Потому что у нас просто не примут дома или тут еще. Причину, по которой протекает эта квартира, я пока еще не установил. Просто отсутствие работы. Много дерева лежит. Много мусора, который, надо сказать, все было. Обещания компенсировать неудобства прозвучали. Срок окончания работ – март 21-го года. Возможно, подрядчик найдет время для Читы Борисовых и раньше. До возможной подачи иска. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Пока одни ремонтируют старое жилье, другие только планируют строительство нового. Так стало известно, что Рязанская комиссия по публичным слушаниям согласовала за стройку рынка на Московском шоссе. Заключение опубликовано 25 ноября. Компания «Ареол» планирует использовать территорию площадью чуть больше 5000 квадратных метров под многоэтажное жилье. Надо сказать, что параметры здания пока не определены. Новые торговые площади для арендаторов рынка создавать не будут. Рассказал представитель заявителя на самих слушаниях. Окончательное решение по заявке примет мэрия. У городского автобуса номер 13 изменится конечная остановка по просьбе местных жителей. Сегодня маршрут все так же завершается в поселке Божатково. Но не там, где людям удобно. Их предложение на встрече с представителями городской администрации озвучила общественница Наталья Финякина. Этой остановкой пользуются где-то только в лучшем случае 25% жителей. Одна четвертая. Это вот отсюда и вот отсюда. Остальная вся масса ориентируется на конечную. Схематично все выглядит очень близко. Нынешние и прошлые конечные остановки автобуса номер 13. Но в реальности путь занимает до получаса. Общественная активистка поселка Божатково Наталья Финякина убедительно доказывает, почему. В силу определенных географических особенностей и транспортных поселку Божатково нет иной альтернативы, кроме как 13 маршрута. Находясь фактически очень близко от города, то есть на автобусе это от 10 до 20 минут до площади Победы, пешком это расстояние преодолеть людям невозможно. Раньше до конечки автобусы просто не доезжали. Все потому, что на кольце в самом центре поселка они просто не могли разворачиваться. Но сегодня управлением городского автотранспорта закуплены новые автобусы. Все стало как раньше. Еще одна тема от Натальи Финякиной – скрупулезное соблюдение водителями графика движения. С этим в отделе организации перевозок пообещали разобраться. У нас разработано новое расписание, по которому автобусы начали работать 6 числа. Интервал движения составляет 20 минут. На линии работают 6 автобусов. Подвижной состав, можно сказать, новый, который поступил из Москвы. С жителями Божаткова мы встречаемся уже не первый раз. То есть на каждом этапе, когда возникали вопросы по транспорту, мы в управление транспорта обращались. Это был вопрос и по размещению второго круга. То есть этого добились коллеги. Мы приняли правильное, своевременное решение. И сейчас автобусы идут до второго круга, который позволяет вывозить большое количество жителей поселка Божатково. Ответы на вопросы из Божатково уже стали своеобразной визитной карточкой Рязанской городской администрации. Сегодня мэрия с местными жителями в тесном контакте. И решает все возникающие вопросы оперативно, как, впрочем, и в других районах Рязани. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об удаленной работе из числа самых важных поправок нормы об обязанности работодателя обеспечивать сотрудников, работающих удаленно необходимой техникой, и оплачивать их командировки. А также о праве органов власти принудительно приводить сотрудников на дистанционную работу при чрезвычайных обстоятельствах. При этом перевод на удаленку не может стать основанием для снижения зарплаты сотрудникам при условии сохранения объема их работы. Поправки также корректируют список оснований для увольнения дистанционных работников. Так его дополняет невыход на связь с работодателем больше двух рабочих дней подряд при отсутствии уважительной причины. Во всех регионах России, в том числе в Рязанской области, возобновили работу региональные волонтерские штабы общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Подробности далее. Три заявки сегодня. Каждому заявителю вы приезжаете, называете номер заявки, берете список продуктов, необходимые средства, идете в магазин, покупаете, если что, созваниваетесь. Так начинается инструктаж в региональном волонтерском штабе общероссийской акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Здесь добровольцы получают заявку, которую оставил человек по телефону горячей линии, а затем выезжают, чтобы помочь ему. Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут попросить волонтеров привезти товары первой необходимости, продукты и лекарства. Меня очень заинтересовала сама возможность помочь людям в такой непростой период, особенно людям, которые как никто другой нуждаются. Это группа пожилых, маломобильных людей. Я знаю, как им нужна помощь в этот непростой период. И я была рада стать добровольцем и эту помощь им оказывать ежедневно. Рада стать частью этой команды. Сегодня заявка поступила от Людмилы Ермиловой. Она сейчас находится на самоизоляции. Женщина попросила волонтеров купить продукты и оплатить КВЦ. Добровольцы отправляются на задание. Конечно, рады. Мы только они и спасают нас. Часто обращаетесь? Ну, раз раньше обращались каждую неделю, а сейчас вот ходили летом сюда, недалеко в магазин. Ну, сейчас, наверное, придется чаще. Заявка отработана. Целый пакет необходимых вещей собран. Теперь волонтеры отправляются по новому адресу, чтобы вновь помочь тем людям, которые в них нуждаются. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Лучшим гиревиком в мире стал рязанец. Иван Кулаков завоевал золотую медаль чемпионата по гиревому спорту. Это не первая его победа. Он стал триумфатором в третий раз. О тренировках чемпиона узнавал Валерий Седов. Третий помост. Кулаков Иван. Россия. На этих кадрах рязанец Иван Кулаков только начал свое выступление на чемпионате мира по гиревому спорту. Это так называемый длинный цикл. В руках спортсменов две гири весом 32 килограмма. Их задача сделать как можно больше подъемов за отведенные 10 минут. Соперники были по моей же команде из России. Конкуренцию составили мне из Курганской области самочерный Иван. Он обошел его всего лишь на пять подъемов. Он получается 87 сделал, я 92. Борьба была упорная. Пришлось бороться, терпеть до конца. Теперь заветная медаль чемпиона мира по гиревому спорту красуется Ивана на груди. В свои 22 года спортсмен завоевал уже третью такую, если считать большой коллекцией соревнований Европы и России. Чтобы достичь такого результата, спортсмен занимается шесть раз в неделю. Три дня гири, три дня беговые упражнения. За отведенные 10 минут на чемпионате нужно показать максимум того, на что ты способен. В это время контролируешь дыхание, в первую очередь. Если собьется дыхание, то будет тяжелее. Контролируешь дыхание, время смотришь, как бы перед тобой табло, счет. Много мыслей, конечно, стараешь отогнать плохие мысли в плане того, чтобы поставить там, потому что тяжело, трудно. 10 минут – это не маленькое время. Все равно настраиваешься, чтобы 10 минут, независимо какой результат. Главное – 10 минут работы и ни в коем случае не поставить гири. Иван преподает физическую культуру и спорт в ВУЗе. Также он тренер в секции гиревого спорта. С таким наставником ребята добились определенного успеха. Спортсмены завоевали медали на чемпионате области. Теперь и члены секции, и сам тренер готовятся к предстоящим соревнованиям. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин